приветствую вас любители вкусного и интересного рад видеть на канале доброслав 13 сегодня тема автоклава и будем готовить второе готовое блюдо в автоклаве фасоль это сытно питательно и вкусно но просто фасоль не есть же одну фасоль она будет у нас приготовлена с вкуснейшим томатным соусом с мясом мясо фасоль томаты это превосходное сочетание которое нравится очень и очень многим в данном рецепте я буду использовать в качестве мясной составляющей свинину вы же можете использовать говядину либо смесь говядины со свининой я очередной раз разделывал здесь свинку готовил себе карбонат вырезал вырезал шею обрабатывал лопатку есть достаточно большое количество кусочков которые ну что с ним делать пускать на фарш и вот сегодня у нас в этом блюре фасоль с томатным мясным соусом будет именно фарш использоваться покажу несколько приемов как сделать чтобы фарш консервах был ни одной непонятной слипшись котлетой хаотической формы а был именно рассыпчатой сочной и вкусной мясорубка самую крупную решетку какая у вас есть не подрезную решетку а вот просто обычную решетку в моем случае это решетка 8 миллиметров 89 миллиметров крупный кусочек отлично подойдет и измельчаем свинину у меня здесь содержание жира мяса 20 процентов жировой составляющей 80 мясной то есть совсем постное мясо не берите будет суховато все-таки жир он дает и вкус и сочность нашему готовому блюду погнали фарш готов и теперь наша задача его слегка прижарить чтобы он получился рассыпчатый то есть его не нужно жарить не нужно доводить до готовности включаем плиту вливаем так добро масло растительного обычного рафинированного дезодорированного и сейчас на сильном достаточно жаре закидываем понемногу фарш можно даже прям начать и с холодной сковороды я в качестве сковороды используют такую из нержавейки обычную с высокими бортами кастрюлю по причине того чтобы масло там жир не разбрызгивались сейчас будет нагреваться то есть вот сначала расплющили в такую большую изрядную котлетку толщиной ну может быть там пару сантиметров то есть не закидывайте сразу много фарша начнет прижариваться где-то через минуту берем ложку любую удобную подсобные устройства для перемешивания и начинаем перемешивать чтобы фарш у вас получился рассыпчатым таким образом выглядит изначально фарш да просто вот тонким слоем видите сами небольшим уложил его только начинает он прижариваться и погнали погнали его перемешивать зажарки ничего нам не нужно вот он белеет и начинает разваливаться на такие вот фаршовые отдельные кусочки небольшие и здесь не ленитесь хорошенько хорошенько перемешали и также вот его разбиваем за счет этой манипуляции у нас в дальнейшем кусочки микро кусочка мяса фарш будет рассыпчатый однородный по всему объему соусе и в нашем готовом продукте то есть он не будет сваливаться кефтельками фрикадельками кстати по поводу вот кефтели в томатном соусе давайте вот этот ролик 15000 наберет за месяц то сразу снимаю ролик кефтели в томатном соусе и тут же миска рядом скидываю видите вот он рассыпчатый сейчас покажу покрупнее обратно на плиту чуть-чуть маслица и закидываем следующую порцию чтобы рассчитать сколько вам нужно сырого фарша сделать для зажаренного ужарка идет 57 процентов не больше здесь потери самые минимальные потому что мы фарш полноценно не прожариваем ну что ж фарш готов весы и проверяем был у меня два с половиной килограмма а стал 2400 вот можете посчитать с помощью калькуляторами в уме сколько процентов у меня потери соответственно были при обжаривании фарша еще раз повторюсь зажаривать фарш не нужно теперь обратили внимание самые наблюдательные что я не мясо не фарш сырой не солил потому что я не знал точный вес какой у нас будет фарш а я люблю чтобы все было четко все грамотки все раскладки как всегда будут указаны в первом закрепленном комментарии и в описании ролика зайдете там и все прочитаете сейчас я знаю вес фарша знаю соответственно соль точное количество на вес фарша присаливаю хорошенько хорошенько перемешиваю в этот момент опять же я смотрю чтобы у меня нигде никаких не комочков ничего не осталось еще присаливаю и так вот равномерно равномерно просаливаю весь фарш за счет этого будет соленость какая нужна мне я люблю соленостью вот таких вот консервов продуктов один процент обратите внимание что фасоль уже у меня стоит на столе я ее предварительно отварил до готовности ну может быть там процентов 95 до готовности она там не совсем совсем мягчайшая стала отваривал фасоль я в подсоленной воде часто очень спрашивают вот в роликах по фасоли а сколько брать нам нужно сухой фасоли сегодня у меня был я специально вот эксперимент решил провести один килограмм взял сухой фасоли отваренный у меня получилось 2 килограмма чего-то там 450 470 грамм где-то приблизительно так под это количество я фарш и планировал ибо я буду закладывать сейчас одну часть фасоли одну часть фарша одну часть соуса и будет у меня получаться порция где 100 грамм мяса а суммарно 300 грамм этой порции вполне себе наедается взрослый нормальный мужчина и этого достаточно вот мне часто спрашивают что ты делаешь реторт пакеты там по 300 350 грамм я делаю сугубо порционные потому что кто у меня берет эти консервы мои друзья товарищи домочадцы я уже за годы работы вывел нормальную стандартную весовку блюд и этим весом делюсь с вами делайте в стеклянной банке никаких проблем пропорции известен 111 пол-литровую банку войдет около 450 грамм данного блюда значит 150 фарша 150 фасоль 150 соус соус как я его делал я сейчас не буду в этом ролике останавливаться ибо этот базовый соус был уже неоднократно на канале ссылку оставлю на него в описании я его в сезон заготавливаю очень очень много летом его готовлю когда есть много свободного времени вот от основной консервации заготовил и потом в течение осеннего весеннего зимнего сезона помимо того что я его просто ем я его активно использую в консервации оставлю этот соус в описании зайдете посмотрите можно также взять отлично в это блюдо подойдет краснодарский соус если вот ну не хочется вам вообще ничего самому готовить вот соусами затеваться но хочется вкусное блюдо получить возьмите хороший краснодарский соус который именно вам будет нравиться по вкусу но смотрите краснодарский соус он обычно хороший достаточно густой нам же нужно получить достаточно такой вот жидкой жидкой сметаны консистенцию в краснодарский соус 30-35 процентов от его веса Добавляйте воды, хорошенько вымешивайте и смотрите, чтобы соус был жидкий. Иначе после термообработки за счет фасоли соус еще загустеет и будет уж прям совсем-совсем густой. А здесь в соусе-то вся прелесть, он все-таки жидковатым должен оставаться. Ну что ж, пока сейчас у меня тут полчасика фарш просолится, а я подготовлю реторт пакета. Да, я снова делаю консервы в реторт пакетах, потому что мне так удобнее. Ну а вы же можете делать и в жестяных банках, и в стеклянных банках. На суть процесса и рецепт это никоим образом не влияет. Ну вот, и переходим к сборке нашего конструктора готового блюда. Соус, структура, обратите внимание еще на него, что он должен быть достаточно жидкий. Предварительно отваренная фасоль и рассыпчатая посольная, предварительно посольная фарш с виной. Можете брать свиноговяжий, можете брать чистую говядину, здесь уже кому как нравится. Соус, сами понимаете, что тоже соленый, то есть с соленостью у нас здесь в данном блюде вопрос весь решен. И теперь начинаю засыпать 100 грамм фасоли, 100 грамм, соответственно, фарша. И фарш старайтесь, друзья мои, вот так вот постоянно перемешивать, потому что все равно жир, бульон какой-то, по чуть-чуть, по чуть-чуть с него стремится как бы отсечься. Стечь перемешали, он обратно впитался опять, и начинаем закладывать. То есть я здесь не буду предварительно ничего перемешивать, буду закладывать слоями, потом готовый уже пакет, хорошенько-хорошенько встряхну, перетрясу, и все будет равномерно и замечательно. Таким образом поступаем со всеми пакетами, либо банками, кто с чем, как работает. Фасоль, томатный соус и фарш, предварительно обжаренный, у нас в пакетах, пакеты запаяны. И вот теперь необходимо сделать одно маленькое-маленькое действие. Вот такой вот шейк, буквально там, ну, 2-3 секунды перетрясли хорошо содержимое пакета, перевернули его, назад поставили. Все, за счет этого теперь у нас полностью соус покрыл и фарш, и фасоль разошелся во всем объеме. Соответственно, фарш, он же мелкий, он тоже распределился во всем объеме, и все, блюдо готовое будет равномерное. Никаких ни слоев, ничего не будет. Готовить я буду на режиме мясном, так как у нас в данных консервах находится свиной фарш, то есть свинина, значит мясо. Мой автоклав-консерватор от компании Farcom в автоматическом режиме может работать как с реторт-пакетами, так же стеклянными банками, жестяными банками. Можно даже одновременно загружать банку и реторт-пакеты, что я неоднократно показывал у себя на канале. Здесь уже каждый подберет под свои потребности функционал автоклава. Впереди ягодный сезон. Не забывайте, что компоты так же можно готовить в автоклаве. Ну а так же различную овощную консервацию, ну и конечно же круглый год мясная консервация, готовые вторые блюда, классическая тушенка, рыбные консервы. Во всем этом помогает автоклав. У компании Farcom есть три основных размера автоклавов. Это малыш, если вы готовите понемногу для себя, для своей семьи, для своих близких родственников. Автоклав-консерватор, если вы уже такой матерый автоклавщик, который обеспечивает вкусной продукцией не только себя, но и более широкий круг ценителей вашего творчества. В моем случае, как раз я использую уже лет 5 или 6, даже уже не помню, автоклав-консерватор на 46 литров. В него входят, вот если такие пакеты брать, тоже часто спрашивают, вот фасовка 3350 грамм, входит 30, 32, 33 пакета. Комфортно, хорошо, без проблем. Не забывайте, что мы не должны полностью забивать автоклав. Не так давно был разговор вот в чате, там человек закладывал пакеты вот следующим образом. То есть говорит, да я там чуть ли не 50 пакетов помещаю. То есть 1 на 1, 1 на 1, сверху еще прижал грузом, то есть как таковой воды-то там практически и не было. А в нашем случае вода это основной теплоноситель. Вода должна равномерно проходить между реторт-пакетами. Либо если у вас банки, ну банки вы так максимально плотно не составите. То есть нужно обеспечить возможность в воде равномерно хорошо прогревать пакеты. То есть загрузка 300-350 грамм, 30-32 пакета, 33 пакета, нормально. Загрузка аналог полулитровой банки это 450 грамм до 500 грамм. Старайтесь сделать лучше 25-26 пакетов. Не стремиться к 30. Зато у вас все будет хорошо и замечательно, но на 2-3 пакета меньше. Хотя и 28-29 пакетов при сноровке также умещается в автоклав. Еще один мой совет. Никогда не забывайте, если у вас плохая вода, жесткая вода, добавляйте лимонную кислоту. Она продлит срок службы вашего автоклава и у вас не будет никаких проблем с налетом на пакете, с налетом на ТЭН, с выходом из строя ТЭНа. Так что одно маленькое, так скажем, телодвижение ваше. 10-15 грамм в зависимости от жесткости воды на один цикл. И все будет блестеть и сиять. Пошлите к автоклаву. Покажу вам еще раз на каких режимах, что к чему, как мы работаем. Вдруг кто-то смотрит первый раз канал Доброслав 13. Тогда подпишитесь на канал, дерните за колокольчик, чтобы не пропустить много новых и интересных рецептов. Ну а тем, кто интересуется приобретением автоклава, в описании ролика оставлю ссылку на сайт компании Farcom. Производитель автоклавов Консерватор, Малыш. И, кстати, я забыл сказать, есть огромный автоклав-фермер. Это для тех, перед кем стоят большие задачи и кому в кратчайшие сроки нужно перерабатывать достаточно существенные объемы своей продукции. Обычно это фермерская продукция, крестьянская продукция. Быстро и много. Вот для вас отлично подойдет фермер. Но он уже на 380. А Малыш и Консерватор на 220. Что тоже важно. Загляните на сайт компании Farcom. И там много интересного, не только автоклава. Там еще вы можете найти закаточные машинки, шинковки различные. Не успеем оглянуться, а сезон шинковки уже будет вот-вот он. И капусту, и яблоко, и морковь, и картошку. Чего только я не шинковал на этих шинковках от компании Farcom. В прошлом году был ролик. А те, кто только строит дом или делает ремонт, могут себе даже приглядеть почтовый ящик. Вот такая компания Farcom. Пошлите, загружайте наши консервы. Ну и для зрителей лучшего канала, компания Farcom делает, как всегда, скидку по промокоду. Промокод также в описании ролика. Вот теперь пошли. Автоклав загружен. Как я и говорил, есть стандартная программа для банок, для ретортов. Сегодня работаем с ретортной упаковкой. Выбираем. Есть программа стандартная. Мясо, рыба, птица, компот. Нам, чтобы сделать хорошие, качественные, безопасные консервы, нужно в пользовательский режим зайти. И постоянные зрители знают, что у меня на P2 создан режим. 115 градусов, 40 минут время стерилизации. И 80 градусов это температура, при которой начнется слив. То есть, если начать сливать при 115 градусах, то реторт пакеты такого издевательства над собой не переживут. Нажимаем старт. Да, вода залита. Все, автоклав начинает работать. Обратите внимание, температура воды сейчас в автоклаве. Я просто наливаю из-под крана 15 градусов. Но очень желательно, температура воды была такой же, какая температура загружаемого продукта. Не выше. Тогда прогрев воды и содержимого ваших пакетов или банк будет идти равномерно. То есть, если у вас, например, в пакете будет лежать температура 20 градусов, а вы зальете температурой 70 градусов воду, то равномерности прогрева и качества прогрева не будет. А наша задача сделать не только вкусные, но и безопасные консервы. Ну что ж, пускай автоклав работает, а мы с вами увидимся уже на дегустации. Самый любимый момент любого ролика – дегустация, друзья мои. Фасолька готова с мясным фаршем в томатном соусе. Открываем пакет и отправляем в тарелку. Как всегда, дегустировать буду на холодное. Потому что, когда разогреешь, будет еще в два раза вкуснее. В тарелке выглядит следующим образом. Ну, может быть, не самый такой вот ресторанный вид, да. Обратите внимание, фасоль хоть была предварительно полностью сварена, сохраняет хорошо форму, при этом нежная, мягкая. Легко-легко раздавливается. Кусочки фарша совсем в пыль не распались за счет крупной решетки мясорубки. Они будут нормально ощущаться. И много вкусного томатного соуса. Пробуем. На вилку все вместе. Соус, фасоль. Вкусно. Это просто вкусно. Без каких-то таких вот изысков, вау-эффектов. Но это очень добротная, сытная и вкусная еда. Конечно, главное здесь задает томатный соус, в который потом вот так вот хлебушек помокать. Макьеж. Очень-очень вкусно. Если решите, что соуса очень много и сделаете его меньше, я практически уверен, что вы в дальнейшем пожалеете, что не налили соуса, как я писал, по граммовкам. Вот. В нем, в нем фишка данного блюда. Просто сытно, вкусно. Очень удобная заготовка. Пришли с работы, либо куда-то едете на охоту, рыбалку, в поездку. Взяли с собой такой пакет или банку. Открыли. И вот я ем сейчас на холодной, то есть у меня плюс 20 градусов здесь. И естся с удовольствием. А если чуть-чуть подогреть, вкусы еще сильнее раскроются. Будет просто бомболее. Друзья мои, повторяйте этот рецепт. Делайте так же, как мы. Делайте лучше нас. А своими экспериментами и опытами делитесь. Либо в ВКонтакте, в нашей группе о вкусных историях. Либо в Телеграм-чате. Там можно выкладывать фотографии, а не только писать комментарии, как на Ютубе. До скорых новых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся.